Как его мучают, как мучают этого беднягу Оператор ботинок и спать, ладно, ничего страшного, рабочий процесс Белые кроссовки в такие места не одевают В таком виде заниматься работой вообще нецелесообразно Не надо думать только о сегодняшнем дне Россия, это же источник повышенной опасности Была там какая-то определенная жопа Пойдем, прикольно же Давай снимай, как я залезаю С точки зрения техники безопасности Это все, конечно, никому не рекомендую Просьба не повторять Это научен горьким опытом Но все для зрителя Всем привет, вы на канале Автообзорка И я Фазылыч Сегодня у нас в обзоре Шмидтс Каргабол 2002 года выпуска Я решил добавить эту рубрику к нам на канал Автообзорка в связи с тем Что это является также нашим направлением Продажа полуприцепов и их ремонт И сегодня я расскажу про этого красавца Но вначале я затронул историю Откуда вообще произошла компания Шмидтс Все началось В 1892 году Когда Хенрик Шмидтс Решил расширить мастерскую своей семьи Тогда и насчитывалось около 100 лет Он решил собирать гужевые повозки Кележки для лошадей Первый прицеп вышел у них в 1928 году Напомню, что в начале 20 века Начался активный рост машиностроения И в 1935 году они выпустили первый полуприцеп С полноценными шинами Они начинают производить полуприцепы и настройки для тягачей В 1950 год они создали первый изометрический прицеп Автомобиль? Алло, да Так, вам что надо? Вы листы забрали, рессора? Что показать? Без меня не разберетесь там? Понятно, сейчас съемки Я перезвоню, хорошо? Сейчас съемки Звонки, звонки Ладно, продолжим Так, в 1950 году Шмидт производит изометрический полуприцеп Необходимый для перевозки портящихся грузов Для поддержки температуры Да просто его можно назвать рефрижератор В 1960 год они начали просто гриппсти бабки Начался бум нефтяного, так скажем, нефтяной индустрии И после нефтяного кризиса, как ни странно, пошли огромные заказы с Ближнего Востока Вся эта прям вот дельта, роста, карьера и вообще достижения продолжалась до 80-х годов Именно до того момента, когда началась Ирано-Иракская война Кризис тронул Шмидт, прям по самому я не хочу И они рухнули И решили производить некоторую реструктуризацию касаемо персонала, штата Сокращение издержек, ну и прочих изменений, которые нужны были для сохранения компании Но благодаря объединению Германии в 90-е годы Они пошли опять вверх Пошли заказы, обороты, необходимые для роста экономики Ну и прочие какие-то изменения, которые дали ему какой-то толчок Но это продолжалось недолго И они опять упали И не скажу, что на колени, но была там какая-то определенная жопа И после 95-го года до 99-го, она продолжалась В 99-м году они решили отказаться от выпуска биржевых акций В связи с тем, что спрос значительно упал В 2004-2005 году Шмидт превысил отметку в 1 миллиард евро Оборот компании стал точнее 1 миллиард 250 тысяч евро И производство на тот момент полуприцепов увеличилось до 36 тысяч единиц В 2007-2008 год они увеличили объем в два раза И он стал 2 миллиарда евро Ну как бывает перед кризисом, потом все бац, рухнуло И в 2009 году они потеряли оборот на 70% И он стал уже около 600 миллионов евро На сегодняшний день в планах Шмидт Скаргабол Укрепить свои позиции на имеющемся рынке Он находится в таких странах, как Австрия, Великобритания, Дания Ну конечно же Германия В 2012 году был подписан контракт с Дон Фэнк Мотор Кампани О совместном производстве завода в Китае Насколько я помню, он находится в том самом Ухань Откуда пошла вся эта сегодняшняя мировая проблема И также имеется оттуда легенда истекает В 2013 году Шмидтс объявил об открытии производства в городе Санкт-Петербург Штаб-квартира Шмидт Скаргабол сегодня находится в городе Хортсмар, Германия Ну вот на этом вся история, поехали по обзору Если посмотреть на этот полуприцеп более внимательно Приехал клиент, говорит, надо выровнять сам совок Он имеет повреждения и когда-то его либо ударяли экскаватором Либо он врезался куда-то Ну наверное первый вариант более подходит И здесь идет искажение Дефект Задрало вот эту часть И как мы видим, невооруженным взглядом видно, что есть зазор Который пытались устранить Его пытались вытянуть И пытались как-то, ну, все это дело привести в порядок По этой части мы видим также, что удар был приличный Вот Где-то он, возможно, на карьере работал И вот эта пластина свидетельствует о том, что Работы проводились очень серьезные с ним Вообще шмидцы, если сказать честно Они, можно сказать, если среди самосвалов И сравнивать 100% я могу только с тонаром По массовости производства По заполнению рынка нашей страны То шмидц более надежный, но дороже будет стоить Лучше купить бушный шмидц, чем купить новый тонар Крышки на осях У нас имеют вот такую гайку Это водительский способ Убытия из проблемы Отсутствия ключа Он не может открутить вот этот колпак И приваривать вот эти вот гайки Обычным гаечным ключом Можно открутить ее Вот, тут меньший диаметр, тут больший диаметр Тут вообще самодельный колпак идет Вот так ухищряются люди В связи с тем, что в полях нет возможности это все купить Отсутствуют фонари задние Как его только пригнали сюда Это очень сложно было, я думаю Но, тем не менее, люди так же как-то подстраиваются Подстраиваются, что-то делают Чтобы заработать, конечно же Здесь такая же история Колпаки, приварены гайки Стабилизаторы, я смотрю У стабилизаторов вот в этой части есть износ Вот в этой части, где верхняя Куда втулки ставятся Имеется определенный износ Поэтому их в наличии нет По крайней мере, не было Может, сегодня они появились А раньше их не было Мы их не могли Придумывали всякие способы, чтобы наварить Проточить Ну, как-то выйти из этого положения Опорно-стояночный, сказал клиент Просто с**или где-то Я не скажу, что это хорошо Но это, наверное, был выход единственного клиента Или у какого клиента У того вора, кто украл это У того воришки, кто украл эти опорно-стояночные По-другому лапы Чтобы выйти из положения У него тоже нет этих ног Ему ноги нужны, чтобы ставить полуприцеп У клиента нет гидрофикации на тягаче Соответственно, необходимо будет подключать Вот этот цилиндр Ко всему этому делу И чтобы он работал и выгружал Выгружал крузы Длина у него не такая длинная Он меньше 13 метров Где-то около 1,5 Ну, 10,5 где-то метров То есть не такой длинный Самосвала быть длиннее, ну, в принципе, не нужно Листы рессора Вот смотрите, в каком виде Вот смотрите, бедолага Как его мучают Как мучают этого беднягу Смотрите, листы рессоры торчат Видите, в каком виде, в кривом Вот так он передвигается по дорогам Ладно, там одно дело Когда человек думает, как заработать А другое дело Это же источник повышенной опасности Если это все выйдет с трассы Уйдет, упадет Или попадет, не дай мог, в другую машину Или из-за него возникнет ДТП Что будут делать потом Как собственник этой компании Либо частник, если это ему техника принадлежит Как и люди, которые от этого пострадали Тогда никакие деньги не нужны будут Поэтому приводить надо прямо в идеальный порядок Все это, в максимально идеальный И потом только заниматься работой В таком виде заниматься работой Ну, вообще нецелесообразно Не надо думать только о сегодняшнем дне Вот, собственно, наше производство И ремонт полуприцепов Оси на данном товарище Стоят 16-тонные, БПВ Все это на рессорной подвеске Рессорно-балансиранная Перевозит он массу в 68 тонн Соответственно, все это, конечно же, нужно поставить Естественно, на рессоры и балансира Другой вариант, конечно, будет более шатким, валким и ненадежным Здесь я вижу негативные стороны Какие, а точнее, недочеты, да, производителя На тот момент, может, они этим и, в принципе, не грешили Или не занимались Может, они к этому решению не пришли Не установлены энергоаккумуляторы на средней оси Да хотя бы поставьте их на заднюю или на переднюю Тормозная система зависит от вот этого ручника Здесь он находится в таком виде Это вообще старый дедушкин способ Но 2002 года, поскольку техника Это еще может быть простительно Трассовая система стояночного тормоза Что абсолютно не по-современному Необходимо поставить энергоаккумуляторы Чтобы была блокировка всех тормозов При стоянке полуприцепа У прицепа разрушены вот эти части Разрушенный имеет люфт Эллипс Мы сняли старые втулки Мне не нравятся оригинальные БПВшные Поскольку они имеют такой немножко конусный вид Я решил поставить более цилиндрические На мой взгляд, они более надежные Внутри, конечно, конус имеется, чтобы удобнее было приваривать Штанги, соленблоки вышли из строя Требуют замены Все заменено Стабилизаторы, также ремкомплекты Вышли из строя И есть одна большая проблема Пойдемте У полуприцепа были установлены 90 мм листы Ширина их 90 мм составляла На этих листах, на именно БПВ, БПВ, как угодно можно называть Ширина листа 100 мм Соответственно, необходимо поставить 100 мм листы И удалить отсюда листы, которые уже Вот они лежат И по невооруженным взглядам видно, что они будут уже Мы это делаем на данный момент Плюс ко всему, они имеют свою необычную форму Вот такой они формы Вот такой формы Я называю ее как галочка Ну, как ее еще назовешь Форма должна соответствовать и подойти Что еще? Проточка барабанов была произведена Барабаны имели большие ручейки Либо кратеры, как угодно их можно называть Мы их проточили и ставим обратно Сегодня барабаны тормозные в среднем стоят 9 тысяч рублей Соответственно, лучше их проточить и поставить на место Штанги реактивные В сайленблоке, как я говорил, уже поменяли Так, листы, рессоры Обязательно надо приводить в порядок Если поставить ржавое Но не то, что надолго не хватит Сам прямо вот Эффект надежности нужен То есть должно все добротно, качественно и красиво выглядеть При сдаче техники Еще какие проблемы на этом полуприцепе Это конченые и балансиры Вот эти еще Они имеют такой характер производственный Где-то их производили Либо на заводе, либо в кооперативе Они еще более-менее Вот эти балансиры Имеют Вот такой вид Вот смотрите Смотрите, как они изношены Вкладыши Тоже так же Пиши пропало Требует замена Сейчас я покажу Как мы их устанавливаем Подшипники Что мне нравится На 16 тонн осях Подшипники у них долго Служат Вот они подшипники Лежат Все нормально Все приятно Выглядят Помыли Отмыли Посмотрели на вид Все функционально Также проверили Ролики вращаются Все круто Так У нас что еще Что еще Что еще Ушки Вот Что меня удивило Вот имеется На кронштейнах На ось Приварных Здесь вот такие Зазорчики Вот это Меня удивляет Мы их Проварили Они прям были Вот С такой щелью Да Приварили Ну Как бы Я думаю Что Потому что Ухо меняется У меня такое Предположение Ухо меняется Далее 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 У нас Балансир Вот втулку Мы что удалили Вот так это все Выглядит Балансир мы еще Не поставили Вот балансир Сам отдельный Дядя Вася Или дядя Петя Где-то В поле Просто Вырезали из металла Сварили И поставили Втулки тут Идут 60 А должны они Быть 70 Миллиметров В связи с тем Что ось Балансира Именно на этом Полуприцепе На этом На этом Виде подвески Бывает Диаметром 70 Миллиметров Соответственно Это все Кулибин Дело Все Они изменили Под себя Чтобы Не встать Как говорится Где-то Там Опорно-стояночные Не стандартные Они такие вот Массивные Высокие Дорогущие В общем Мама дорогая Сколько они стоят Шкворень Не соответствует Тягачу Двухдюймовые Должен быть Три с половиной Дюйма Потому что Прицеп перевозит 68 тонн Соответственно Все это должно быть Более крепким Более надежным Ремкомплекты Волок Разжирных валов Заменены Они в стандарте На БПВ Идут Поставлены Вот они Находятся Вот здесь Вот Поставили Все Проделали Работу Втулка Как внутри Так и снаружи Установлена Ну в принципе Вот такой Вот у нас Полуприцеп Пойдем Внутрь Залезем Посмотрим Что внутри Этого Красавца Придется Для этого Залезть Наверх И проверить С точки зрения Техники безопасности Это все Конечно Никому не рекомендую Просьба Не повторять Это Научен Горьким опытом Но все Для зрителя Так у нас В общем Что я могу сказать Снимаю на телефон Вот здесь У нас Неровная Уже Поверхность Деформация Далее Так А вот Этот шов Вот шов При выравнивании Вот он Вот Вот он Раз С этой стороны Он отсутствует Да С этой стороны Видать Удар был такой Что Загнуло Больше Эту часть Помаши рукой Да Ну не новый Конечно Но работать Можно на нем Вот это все Будет сказываться На Распределение Груза Тоже Неровный кузов Груз распределяться Будет неравномерный Вроде Мялочь Но Будет сказываться На всем этом деле Хозяйств Так же Нагрузка на оси Будет неравномерная То есть Если распределение Идет по всей длине Полуприцепа В связи с тем Что Немножко Задран Этот кузов Будет Давить На заднюю ось Заднюю Среднюю ось А так Должна быть Нагрузка На сидельное устройство И плюс Идет это все На Ось На колеса Все Пошли обратно Только Как это сделать Это будет страшнее Намного И опаснее Так 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 Все Вроде Получается Все Ну На этом Мы закончим Кто Захочет Купить Самосвальный Полуприцеп Звоните На мой номер Он есть В описании Канале Вообще Любой Полуприцеп Сразу Говорю Это Как Кот В мешке Вы Покупаете Приобретаете Технику Думаете Там Фигня Но При Четком Детальном Анализе Можно Понять Что Туда Еще Дофига Вкладывать Купили Допустим Полуприцеп За 300 Тысяч 300 Тиро 500 Символические Относительно Деньги Пускай Это будет Площадка Либо Реф Какой Нибудь Мы Можем Сделать Анализ Стоит Он Того Или Не Стоит Можно Ли Его Купить Или Нет Поэтому Товарищи Я мог Предварительно Сделать Оценку Сколько Сюда Нужно Вложить Еще Денег Чтобы Полноценно На нем Зарабатывать В принципе У меня Все Паркуйте Лайки Сигнальте В комментариях И Соблюдайте Правила Колокольчика Всем Пока Легли Легли А То есть Ты имеешь Ввиду Не галочка Да А Вот Вот Эти Два Как-то Неродные То есть Вот В этом В этой Ситуации Мы Определили Что Верхние Листы Идут Неродные Насколько Мне кажется Это Идут Листы От автомобиля КРАС Потому что На КРАЗе Они 100 Миллиметров 65-20 Может быть Я ошибаться Могу В моделях На старом КРАЗе Они идут Ну какой Старый КРАЗ Уже Сегодня В принципе Это уже Легенда На старом КРАЗе Они 100 Миллиметровые А? Вот эти Два Они Неродные То есть Тогда Ты что Думаешь Один Да И Это Второй Ты Предлагаешь Оставить Эти Листы Да Да Все хорошо Оставляем Отметь только Маркером Где еще Надо порезать Бывает и такое Россия Ак Здоровье Академ